всех приветствую принесли зарядное устройство называется патриот марка мбси 20 м значит проблемка у него в следующем при включении в сеть ни одна из лампочек не светится соответственно зарядки нет напряжение не выдает ничего не работает принесли в таком разобранном виде уже сами под разобрали его на внешний вид устройство как будто только что завода так вот достал обычно под видео по ремонту все спрашивают что может быть у меня подскажи что как при этом никаких измерений не делают давайте объясню что нужно сделать хотя бы первоначально чтобы определиться что у вас случилось самое простое это мультиметр ставим на звуковую прозвонку первым делом проверяем шнур питания то есть возможно он где-то вышел из строя на звуковой прозвонки берем на один контакт ставим проверяем так этот исправный при этом можно так пошевелить здесь чтобы определиться что все нормально берем второй контакт второй контакт тоже шевелим все исправно то есть шнур питания у нас исправим далее переходим к плате непосредственно здесь у нас приходит питание сюда по одному каналу она идет через предохранитель по другому через терморезистор проверяем первый канал это предохранитель предохранитель целый терморезистор целые то есть вот здесь вот идет допустим фаза до через нее через предохранитель через термозистор на диоды здесь напрямую идет на диоды сразу мы проверяли вот предохранитель у нас исправны терморезистор вот тоже исправны соответственно питание отсюда до диодов доходит отсюда до диодов ну соответственно тоже здесь напрямую она доходит далее проверяется диодная сборка также на звуковой прозвонки либо она еще называется проверка диодов диод должен в одну сторону пропускать другую нет где вот в сторону не пропускает поменяли щупы пропускает следующий диод в эту сторону не пропускает в эту пропускает пропускает нет пропускает в эту сторону не пропускает еще лаком немножко залито поэтому приходится немножко предложил прилагать усилия я думал то будет типичный случай обычно пробивает в короткое замыкнет эти два транзистора выходит из строя предохранитель терморезистор выходит устрою вот эти вот диоды в диодной сборке несколько резисторов в 10 и строю выходит в данном случае как видите предохранитель целый терморезистор целого диоды целых и здесь ну как при обычной раскладки проверяется вот эти транзисторы вот они два если они в коротком замыкании то будет пищать то есть в данном случае по дио по транзисторам короткого замыкания нету то есть они будут пищать во все три ножки но в данном случае вот нету ничего хотя бывает пробой данного транзистора не в короткое замыкание об обрыв если все проверили все нормально транзисторы так на месте проверить нельзя потому что у них обвязка могут звонить через обвязку их можно проверить если только короткое замыкание поэтому берем паяльник выпаяем эти транзисторы транзисторы паяли извлекаем далее уже транзисторы проверяем на транзистор тестере вставляем транзистор тестер запускаем тест и тест нам показывает что это резистор уже уже не транзистор уберем следующий проверяем тоже резистор соответственно пробой произошел не на все три ноги только на две поэтому вся обвязка сборка диодная резистора предохранитель остались целые надо будет проверить все резисторы возможно какие-то сгорели возможно при таком пробое они остались все целые при визуальном осмотре стало видно что почернел этот резистор номинал его не видно видно что он сгорел при проверке мультиметром показывает обрыв вот резистор вышел из строя кроме вот этих двух транзисторов еще этот резистор вышел номинал его к сожалению не видно нужно будет искать либо схему либо типичную схему подключения и смотреть что это за резистор марочка позиционным обозначением он r4 идет по схеме обвязка у них в принципе одинаково этих двух транзисторов между этой этой ногой стоит этот резистор который сгорел на нем маркировку не видно здесь вот стоит точно такой же резистор на маркировочкой r7 у него надпись сохранилась это 101 то есть это один килоом резистор между этими двумя ногами он стоит в грязочке и вот этот вот резистор у него тоже уже не один килоом идет сопротивление гораздо больше видимо он тоже все-таки сгорел иначе придется менять их оба вот это окончательно сгорел ноль показывает вот этот немножко видимо подгорел то есть их оба меняем теперь посмотрел типичную схему то обычно стоит на 27 килоома в данном случае вот стоит на 1 килоом их тоже нужно будет заменить по транзисторам транзисторы стоят в 13 007 можно ставить 13 009 они помощней будут понадежнее берем свой пакетик здесь куча резисторов всяких разных 33 наименования по 20 штук всего 6660 штук покупал на алиэкспрессе ссылочку где приобретал оставлю ниже описание частенько пригождаются теперь нам нужно из этой кучи найти на один килоом все резисторы так вот подписаны не нужно приглядываться выбираем нужный нам вот он попался один килоом также на нем маркировочка 101 остальные все убираем берем паяльник наносим флюс и удаляем эти два сгоревших резистора наносим наносим свежий флюс наносим опять же флюс наносим опять же свежий флюс Устанавливаем новый резистор. После установки снова отмываем флюс. Плата залита лаком. Как будто кисточкой намазывали этот лак. Транзисторы буду ставить за место 13.007 и 13.009. Где приобретал, также ссылочку оставлю ниже в описании. Снимаем старый транзистор, мажем термопастой и устанавливаем новую. Старую термопасту убрал. Намазываю новую. Затягиваем. Всю ту же самую операцию проделываем со вторым транзистором. Теперь подгибаем ножки под отверстия. Здесь отверстия немножко побольше под большие транзисторы. Поэтому ножки нужно подогнуть. Второй также. Теперь выставляем ровно и запариваем. Припойчиком пользуюсь Кайна. На него ссылочку оставлю ниже в описании. Отличный припой. Мне очень нравится. С плюсом уже идет. Готово. Лишние ножки откусываю. Плата двухсторонняя. Поэтому пропаивайте лучше. И потом после пайки проверяйте, чтобы обратная сторона тоже вся пропаялась. После запайки соответственно отмываем остатки флюса. Пользуюсь флюсовом. При пайке плат компонентов СМД никогда не пользуйтесь кислотой паяльной. Можно пользоваться либо канифолью, либо флюсом. Флюс я использую для БГА пайки. Ссылочку на флюс, которым пользуюсь, оставлю тоже ниже в описании. Очень хороший флюс. Далее берем. Подгибаем. Радиаторы. Такой вот флюс использую я. АМАТЕЧ НС 559 АСМ. После пайки обязательно нужно все отмывать. Тщательно проверять, чтобы нигде капелька припоя не попала. Потому что здесь высокое напряжение. Нужно, чтобы все было чистенько, аккуратненько. Здесь посмотрели, проверили. С этой стороны тоже проверили. Далее произведем сборочку в корпус. Вентилятор подключается. Лампочки, регулятор. Шнур питания пока подключать не буду. Здесь у нас минус. Плюс крокодилов. Для дальнейшей проверки понадобится вот такая вот лампочка с проводом. В разрыв из одного проводов подключена данная лампочка. Она нужна как страховочная. В случае, если что-то пошло не так на плате, ярко-ярко загорится лампочка, и при этом у вас не выбьет предохранитель, и ничего на плате не сгорит. Подпоемся на плате, где должен быть сетевой шнур. Далее включаем сеть. Лампочка моргнула, потухла, загорелась сеть, заработал вентилятор. Сейчас проверим, сколько на выходе есть напряжение или нет. На крокодилах. Напряжение на крокодилах 14,3 В. Ремонт данного зарядного окончен. Если будут какие-то вопросы, задавайте ниже в комментариях. Все ссылочки на транзисторы, на резисторы, где брал, на припой и на флюсы оставлю ниже в описании. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова